Здравствуйте! Вы на канале Family Ease. Меня зовут Владимир Науменко, я психолог-практик, гипнотерапевт. Сегодня тема, которую хочу поделиться с вами – как превратить удар в дар. Казалось бы, игра слов «удар», «дар» на самом-то деле все абсолютно не так. И сегодня я хочу рассказать и на практике показать с помощью своих примеров, как это работает. Давайте начнем. Что такое удар для современного человека? Это может быть плохая новость, да, это может быть увольнение, это может быть какая-то проблема, связанная со здоровьем, с деньгами, с близкими людьми, все что угодно. Но перед тем, как, собственно говоря, понять, а что же делать с тем или иным событием, или, как говорится, с тем или иным ударом в своей жизни, я хочу обратить внимание всех на очень важную вещь. В психологии есть такое понятие, как драматический треугольник. Еще его называют треугольник Карпмана, где есть три угла, ну и, соответственно, три роли. Это роль тирана или агрессора, это роль жертвы и это роль спасателя. И вот очень часто я сталкиваюсь в своей терапии со своими клиентами с тем, что почему человек не может отразить тот или иной удар в своей жизни, почему человек находится очень долгое время в депрессии, у него не клеится там личной жизни, все плохо с финансами, потому что он находится в этом замкнутом пространстве, о котором я только что сказал, а это и есть треугольник Карпмана. То есть жертва, она не может отражать удар, потому что она жертва, у нее все плохо, она ищет виноватых, и она постоянно принимает, ну вот с каждым шагом по жизни, какие-то новые удары. От кого? От тирана. А тиран, то есть агрессор, может ли он отображать какие-то удары? Нет, потому что он наоборот притягивает события для того, чтобы наносить удары кому? Жертве. И тут возникает вопрос третий, а что же делает спасатель? Может ли спасатель, да, отражать жизненные удары? Наоборот, я скажу такую, ну очень важную вещь, спасатель ищет те события в жизни, где и возникает этот удар, потому что он приходит на помощь. Очень часто в чем крайность, да, вот на которую идет человек, который играет роль спасателя? Он не занимается собой, он не занимается своей жизнью, своими проблемами, его главная задача – спасти мир, спасти других людей, в ущерб очень часто себе. Поэтому я хочу обратить внимание, всех – это очень важная информация. Если вы хотите превращать удар в дар, и я сейчас расскажу, как это нужно делать, вы должны четко для себя принять решение. Я не играю, да, роль жертвы. Я не играю роль агрессора. Я не играю роль спасателя. Очень часто мне задают вопрос, Владимир, а какую роль я должен или я должна играть? Ну, в таком случае я говорю, вы должны быть взрослым, здоровым, счастливым человеком. Только взрослый, здоровый, счастливый человек может на самом-то деле превращать удар в дар. Сейчас, перед тем, как я пойду дальше по той информации, которую приготовил, хочу поделиться практикой, которую, кстати, очень любят мои клиенты. Эта практика направлена на то, чтобы минимизировать количество негатива, каких-то, вот знаете, таких очень неприятных вещей в своей жизни. Но перед этим маленькая предыстория. Когда-то я был на обучении по трансцендентальной медитации. И мой учитель по медитации сказал гениальную фразу. Я ее сразу записал, хотя, честно говоря, я долго не мог ее понять. Звучит она так. Перед тем, как подумать, подумай. Как это касается сегодняшней темы, сейчас объясню. Спустя какое-то время я был на повышение квалификации, и один из очень известных психологов поделился очень классной техникой. Собственно говоря, я с большим удовольствием делюсь этой техникой сегодня с вами. Это техника, которая помогает отказаться вообще от негатива. Скажем так, полностью его убрать из жизни. Ну или как минимум, да, используя этот рецепт, вы сможете очень качественно поднять себя по вибрациям и быть в очень хорошем ресурсном состоянии. Как работает, сейчас расскажу. У всех такое бывает, причем неоднократно, в течение одного дня, когда приходят какие-то в голову негативные мысли. Может быть, у вас был конфликт с кем-то, может быть, вы вспомнили, что там, оказывается, вы с кем-то договорились, да, о чем-то, и забыли об этом. Может быть, кто-то вас подвел в чем-то, где-то, как-то, и вот в вас начинают вот эти, знаете, появляться негативные мысли. Вот эта драма приходит, вы чувствуете себя плохо, может и давление подняться, и вообще вам ничего не хочется, и так далее, и тому подобное. Что нужно делать в этих случаях? В чем заключается, да, практика, которую я сейчас вам даю? Перед тем, как подумать плохо, нужно подумать два раза хорошо. Как это, собственно говоря, в реальной жизни нужно применять? К примеру, возникла у вас там какая-то негативная мысль, что вы сейчас придете на работу, и у вас там будет очень неприятный разговор с руководителем. Ну, всякое такое бывает. Где-то что-то можно было сделать лучше, вы это не сделали, ему это не понравилось, и он будет высказывать вам свои претензии. И вы уже едете, и заведомо знаете свое состояние, какой будет разговор, и какой будет у вас рабочий день. Как работает эта практика? Сто процентов у вас есть какие-то очень положительные несколько мыслей в голове, или событий, возможно, которые с вами произойдут тоже сегодня. К примеру, может быть, у вашего любимого человека день рождения, и вы приготовили для него или для нее сюрприз. Подумайте о том, как это будет. Романтический ужин, подарок. Следующий очень важный момент. Может быть, завтра вы утром едете встречать родителей на вокзал, которых не видели три месяца, шесть месяцев, и вы очень соскучились. И вы четко знаете, как пройдет эта встреча. Вы будете обниматься, целоваться, будете долго общаться, у вас будет совместный ужин, вы будете вместе фотографироваться, говорить о настоящем, будущем, прошлом. И вот тут самое интересное. Только что я сказал о двух положительных вещах. А теперь я всегда говорю своим клиентам, давайте вернемся к тому негативу, или к той негативной мысли, о которой вы думали. Что вы чувствуете? Насколько для вас это сейчас вот прям ужасная какая-то такая, знаете, определенная вещь, которая вот скоро вас ждет? Ну, к примеру, встреча с руководителем и неприятный разговор. Как правило, в реальной жизни это работает следующим образом. Негативная мысль, она никуда не уйдет. Она по-прежнему будет у вас в голове. Но только она станет практически прозрачной. Вам больше не нужно будет, знаете, вот как-то накручивать вот эту внутреннюю какую-то такую, знаете, токсичность по поводу того, что будет происходить. Или по поводу встречи, по поводу вашего внутреннего состояния, когда будет тот или иной разговор происходить. Почему? Потому что вы нейтрализовали ее двумя очень хорошими мыслями. Про встречу с родителями и про день рождения, празднику любимого человека. Как же быть теперь вот в плане самой инструкции? Что же делать, вот когда прилетел так называемый удар в вашу жизнь? Что это может быть? Я очень люблю всегда брать два примера. Это развод и увольнение. Для многих это реально конец. Конец жизни. Люди прям так и говорят, о боже, все, моя жизнь закончена. Я столько лет работал в этой компании, или столько лет был в этих отношениях, в этом браке, и вот все закончилось. Я могу сказать, все не так. Почему? В первую очередь важным являются наши отношения. Давайте рассмотрим вот развод и увольнение немножечко под другим углом. Что это может еще значить? К примеру, вот конкретный пример. Недавно эта история произошла у моей клиентки. Она, в принципе, была несчастлива в браке. И она хотела развестись со своим мужем, и она не могла себя реализовать непосредственно в роли женщины, в роли специалиста, потому что было очень много ограничений в этих отношениях. И вот он фактически ее опередил. Он принял решение развестись. Она пришла, вся в расстроенных чувствах, в консультацию, говорит, все, моя жизнь закончена, мы там 10 лет с ним прожили вместе. Я говорю, стоп, какие есть плюсы? Она поначалу не хотела меня слышать. Говорит, да какие плюсы? Моя жизнь закончена, меня не любят, меня бросают. Я говорю, стоп, вы сейчас находитесь в позиции жертвы. И когда летит удар, и человек находится в позиции жертвы, конечно, это будет крайне сложно что-то делать. А вот давайте подумаем, вы счастливый, здоровый, взрослый человек. Она говорит, хорошо, ну, во-первых, это скажется на мне, в частности, на моей женственности. Она мне рассказала всю подноготную. Второе, говорит, я могу себя реализовать по-другому в профессиональном плане. Третье, она говорит, стоп. И тут она прям расцвела, я даже не поверил своим глазам. Она говорит, так это для меня возможность наконец-то найти и построить те отношения, в которых я буду счастлива в роли женщины. Я говорю, что вы только что сделали? Превратили удар в дар. Точно так же и увольнение. Человек ходит на нелюбимую работу. Человеку некуда уже подниматься по карьерной лестнице. Человек не зарабатывает столько, сколько может, потому что у него очень классный бэкграунд. У него уже все есть для того, чтобы там выйти совершенно на другой уровень дохода. И вот когда его увольняют, когда он для себя принимает решение, о, этот удар, казалось бы, увольнение, я хочу превратить в дар, он находит новую для себя работу. Он может уже занимать более высокую должность. Он начинает зарабатывать больше. Разве это не дар? Вот так это работает в реальной жизни. Что еще очень важным является, это будет такой прям от меня по скриптум в этой теме, это еще одна практика, которой я хочу с вами поделиться. Эта практика называется «Я прощаю себя за». И тут идет три точки. То есть очень важно для того, чтобы научиться превращать удар в дар, для того, чтобы выйти из треугольника Карпуна, в частности, из позиции жертвы, обязательно нужно научиться прощать себя. За что нужно научиться прощать себя? За то, что, к примеру, я удобный или удобная для всех, но не для себя. За то, что я, к примеру, делаю то, что хотят другие, но не делаю то, что я хочу сделать. За то, что, к примеру, мне что-то не нравится в себе, я об этом говорю другим людям, другим людям это тоже не нравится во мне, и после этого я страдаю, испытываю эмоциональную боль. За это все нужно себя простить. Нужно разрешить себе поменяться. Нужно разрешить себе пойти дальше по вот прекрасная такая есть тема «Эволюция личности». Пойти дальше, да, по этим уровням. Кто-то всю жизнь будет на уровне ребенка, кто-то на уровне подростка, кто-то на уровне юноши. Но только тогда человек может быть тотально счастлив и реализовать себя в роли профессионала своего дела, в роли мужчины или женщины, любимой и любящей в отношениях, когда человек доходит до уровня развития личности взрослой. Вот так это работает. И, собственно говоря, что я хочу еще сказать. Для того, чтобы получить максимальный результат от той информации, которую я сегодня поделился с вами, нужно это все практиковать. Кто-то говорит «делать каждый день хотя бы одну практику». Я могу сказать «делайте как минимум 30 дней подряд те практики, о которых я сказал». Ну или хотя бы одну из них. Допустим, вместо одной негативной мысли запускайте две положительные. Что произойдет у вас? Новые нейронные сети. Новые нейронные связи. То есть вы просто поменяете вот свои привычки. Тогда, когда вы там думали негативно и улетали вообще в состояние, как говорится, нестояние, или тогда, когда вы думали негативно и весь мир, знаете, превращался в какие-то серо-черные краски, будет совершенно по-другому. Вы, наоборот, будете для себя видеть больше позитива. Вы, наоборот, будете находиться в такой более ресурсном состоянии. А это что вам будет давать? Это будет давать вам возможность проявлять себя в отношениях, как любимый и любящий партнер на работе. Может быть, вы там управленец, может быть, вы классный исполнитель, а может быть, вы занимаетесь бизнесом. Все это и есть полноценная и качественная жизнь. Я хочу пожелать всем научиться превращать удар в дар. Почему это важно? Потому что, когда в нашей жизни, в жизни человека, вот все в таких, знаете, красивых, ярких, сочных тонах, тогда нам хочется творить, тогда нам хочется развиваться, тогда нам хочется быть счастливыми, тогда нам хочется любить, тогда нам хочется получать и доставлять удовольствие. Вот хочу пожелать всем такой жизни. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Науменко. С вами был Владимир Науменко.